Всем известен термин «северный морской путь», и даже люди, не имеющие отношения к мореходству, могут в двух словах рассказать, что это такое. Но вот какие тайны он хранит и с чьими именами связан, знает лишь очень ограниченное количество людей. Красноярские историки Николай Карелин и Александр Кончаров совместно с Русским географическим обществом решили восполнить пробелы в истории освоения Северного морского пути. И совсем скоро они отправятся в экспедицию до порта Диксон. А пока они у нас в гостях, и мы можем прикоснуться к истории вместе с ними. Доброе утро вам! Доброе утро! Доброе утро! Ну и хочется, чтобы вкратце рассказали о экспедиции, может быть даже не вкратце, а о том, на чем планируете путешествовать, что планируете увидеть. Ну, экспедиция у нас в двух этапах. Прошлый этап у нас состоялся в том году, но она у нас была такая более короткая. Мы шли от Енисейска до Бора на Байдарках. Вот в этом году у нас все вот так с финансированием лучше получилось. У нас есть и грантовые поддержки, поддержка экспедиционного центра русского географического общества в Сибирском федеральном округе. В частности, вот Игорь Анатольевич Спириденко нам очень помог. У нас в этот раз есть катамаран, парусный катамаран с мотором. То есть все серьезно. Вот, скажем, такое вот небольшое морское путешествие для Красноярского края. И теперь вы решили уже пойти дальше. Да. А сколько времени займет путешествие? Ну, это займет у нас 30 дней. Мы планируем с 5 июля выехать в Труханск. И в Труханске уже все надуваем, загружаемся и до Диксона, соответственно, с остановками в Игарке. Там планируем в музее поработать с фондами в Дудинке и до Диксона. Ну, и обратным ходом уже до Норильска и оттуда в Красноярск. Вот. По дороге, соответственно, будем бензин закупать и как-то планироваться. Ну, нам выделили оборудование. У нас будет дизель-генератор, чтобы мы могли ноутбук подключить, как-то на связь выйти там, где есть возможность. И в этом плане у нас экспедиция довольно неплохо обеспечена от подобного рода имущества, которые необходимы все-таки север, условия достаточно такие тяжелые. Но вы, получается, все равно же остановки будете делать, так понимаю, ночевать не на Катамаране, это все-таки остановка. Да, да. Конечно, там как бы ввиду ограниченности времени. То есть полярная ночь позволяет некоторые вахтовые переходы. На сожалению, два человека всего только. Но, тем не менее, он как-то придется таким образом работать. Ну, и, естественно, да, где-то длительные стоянки там, где есть памятники истории, которые надо будет зафиксировать, с которыми нужно будет поработать. То есть вот это основная как раз цель этой экспедиции. Но путешествие такое долгое. Вы, наверное, уже путешественники со стажем и знаете, как преодолевать трудности в такого рода путешествиях. Ну, что есть, то есть, да. Да, мы со второго курса знакомы, вместе учились. И вот с этого времени ходим в походы. И в определенный момент начали уже такие экспедиции научные организовывать. И вот вышли сейчас на уровень, когда нам не стыдно прийти в русско-географическое общество. И им, соответственно, сделать предложение, чтобы они нам оказали поддержку. Ну, в первую очередь, оборудованием, организационно, поскольку мы собираемся посетить территорию Большого Ракического заповедника. И, соответственно, помогли нам оформить документы для ФСБ, поскольку Диксон – это приграничная территория. И там необходимо разрешение для пребывания. И помогли организовать логистику, как мы будем въезжать-выезжать. То есть, я так понимаю, вы с любительского уровня начали, правильно? Ну, не совсем. Не совсем. Просто получалось, что в том году у нас финансирования не было. Темой, допустим, освоения Северного морского пути я занимаюсь четвертого курса университета. То есть, это уже будет сколько там, 8 лет скоро. Ну, и там, плюс студенческие годы занимался. То есть, в плане научном, конечно, у нас нелюбительский уровень. А вот в плане, конечно, там, оборудования. Ну, в том году мы только и узнали, что у нас есть. Он, в принципе, образовался-то не так давно экспедиционный центр. Ну, они там, тем не менее, нам поддержку в том году тоже оказали. Там, ну, такую, больше моральную флаг выделили. Вот. В этом году, конечно, уже все более серьезно. Ну, что ж, мы тогда вам пожелаем, чтобы было все замечательно, все хорошо. Будем ждать уже с результатами каких-то, может быть, открытий даже. Возможно, ну, и... Удачи вам огромные. И новых открытий, и новых побед. Спасибо большое. Николай Карелин и Александр Гончаров, историки, были сегодня у нас в гостях.